Бисмиллахи рахману рахиму, ахамду лиллах, вассалату вассаламу анрасуле лиллах, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые зрители, мы продолжаем читать книгу «Ихсан. Основа духовного воспитания». И сегодняшняя глава «Обязательство мусульманина перед немусульманином». «Знайте, что если кто-то обидит земли немусульманина, пользующегося защитой мусульман, или умолит его право, или заставит его работать сверх его возможностей, или заберет у него что-либо без его согласия, я буду его противником в судный день». Хадис. Ислам – последняя божественная религия, посланная всему человечеству и джиннам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также был послан для установления милосердия и мира на земле. В священном Коране сказано «Мы отправили тебя, Мухаммад, только как проявление милости для миров, людей и джиннов». Мусульмане гордятся своей религией. В следующем аяте Аллах повелевает «Поистине, истинная религия для Аллаха – это Ислам». Поскольку Ислам является последней божественной религией, для людей неприемлемо искать другую религию. Об этом говорится в аяте. «Если кто-то выберет иную религию, помимо Ислама, у того она не будет принята в судный день, и в вечной жизни он окажется в убытке». Однако Ислам уважает любую другую религию. Никто не подвергается дискриминации по религиозному, национальному, расовому или половому признаку. Он оценивает личность с человеческой точки зрения и действует с верой в то, что никто не превосходит кого-либо, кроме как в благочестии и набожности. Поэтому Всевышний Аллах говорит в Коране «О люди! Мы поистине сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Но самый достойный человек из вас перед Аллахом более богобоязненный». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, об этом сказал так. «О люди! Поистине ваш Господь один, и ваш праотец один, и нет превосходства у араба над неарабом, и у неараба над арабом, как и нет превосходства белого человека над черным и черного над белым. Превосходство одних людей над другими может быть лишь в богобоязненности». Ислам – совершенная религия и предоставляет свободу в вопросах вероисповедания. Ислам не требует представителей других конфессий в обществе принимать религию силой, но предписывает относиться к ней с уважением и повелевает нам находить путь к их сердцам. А принуждение кого-либо к обращению в ислам противоречит принципам религии. Каждый должен принимать религию по собственному желанию. У каждого свой путь и позиция. Однако, если он обратится в ислам, он будет на правильном пути и будет счастлив в обоих мирах. Аллах повелел пророку призывать людей к религии не силой, а любовью. В суре Али-Имран сказано, «Если они примут ислам, то последуют верным путем, но если откажутся, то твоей вины в этом нет, ведь твоя обязанность – только передача откровения». В последние годы проблема межрелигиозного диалога и участия стран мира стала актуальной. Однако, Коран повелел мусульманам делать это много веков назад. В Коране Всевышний Аллах учит призывать к единству, миру и согласию людей книги. Аллах сказал, «Скажи, Мухаммад, о, люди Писания, давайте придем к единому мнению, мы и вы, и не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем считать никого равным Аллаху, и не будем брать кого-то в законодатели помимо Аллаха. А если они откажутся, то скажите им, верующие, засвидетельствуйте, что мы – мусульмане». Наша благородная религия запрещает нам ссориться с представителями других религий в обществе и предписывает вести диалог в рамках разума и взаимоуважения. В аяте говорится, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, относился к людям Писания более внимательно, чем к язычникам, которые притесняли его сподвижников, что и стало причиной их временного переезда в христианскую Абиссинию, Эфиопию, в 615 году. А в 629 году он, да благословит его Аллах и приветствует, отправил письма правителям Рима, Египта и Абиссинии с призывом принять ислам. Мединское соглашение. После переезда в Медину в 622 году Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, издал специальный закон, регулирующий такие вопросы, как мирное сосуществование с местными иудеями, защита страны, торговля и наказание преступников. Этот закон также назывался Мединской Конституцией или Мединское соглашение. Данная конституция позволяла иудеям свободно исповедовать свою религию. В соглашении было сказано, мусульмане и люди Писания составляют одну умму, несмотря на религиозные различия. Религия иудеев своя, а у мусульман своя. Иудеи остаются при своей религии, а мусульмане при своей. Согласно тому же закону, каждый мог свободно исповедовать свою религию, а в случае совершения преступлений в обществе, они наказываются по своим религиозным законам. Со временем люди еврейского происхождения, такие как Абдуллах ибн Салям, Са'алаб ибн Са'я, Асид ибн Са'я, Асад ибн Убейд, Мухайрик, Маймуд ибн Яман, обратились в ислам и удостоились носить гордое имя сподвижников. Однажды иудеи Хайбара пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствуют, и пожаловались на некоторых мусульман. Они брали овощи, принадлежащие иудеям, без их разрешения. После этой жалобы пророк, мир ему и благословение Аллаха, собрал своих сподвижников в мечети и сказал им, что собственность представителей других религий, живущих с согласией с ними, является запретным. Тем самым предупредил, что такого рода поступки являются запрещенными. Между Меккой и Йеменом есть регион под названием Наджиран. Там жили христиане. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, послал сподвижника по имени Мугир ибн Шуаба призвать христиан Наджирана к исламу. Христиане Наджирана отправили в Медину делегацию из 60 человек во главе с Абу Харид ибн Алкамай. Среди них были священнослужители. Когда они прибыли, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и из подвижники совершали молитву Аср. Христиане встретились с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в мечети. Однако, когда пришло время им помолиться, они попросили разрешения помолиться в мечети. Сподвижники возражали против поклонения христиан в мечети. Однако, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил им это сделать. Христианские представители, повернувшись на восток, совершили свои обряды поклонения. На следующий день, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пригласил христиан Наджирана принять ислам. Христиане соглашаются заключить договор, но при этом отказались принять ислам. Христиане согласились принять любые выдвинутые условия. Также они пришли к согласию о том, что для разрешения споров, возникших между ними, к ним будет отправлен судья. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, установил джизью налог в соответствии с договором, гарантировал им защиту и защиту их имущества, их религиозное верование и сказал, что не будет никакого притеснения в отношении их храмов и духовенства. Абу-Убайда ибн-Джаррах, да будет доволен им Аллах, был назначен судьей для разрешения их споров. Когда хазрат Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, был халифом, он написал письмо христианам Наджирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Это письмо от раба Аллаха, халифа-посланника Аллаха, Абу-Бакра, жителям Наджирана. Жители, их земли, их религия, их имущество, их поклонения, их верующие и их лидеры, их храмы, их имущество находятся под опекой Аллаха и под защитой постанника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Им не будет причинен вред, и они не испытывают никаких трудностей. Запрет притеснения представителей иных религий Коренных жителей в исламских странах из числа немусульман называют ахлюзимма, то есть люди договора. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерег от притеснения представителей других религий, живущих в мусульманском обществе под властью ислама. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, кто убьет земей, тот не почувствует запаха рая, хотя его аромат распространяется на расстоянии сорока лет путешествия. В хадисе говорится, знайте, что если кто-то обидит земей, немусульманина, пользующегося защитой мусульман, или умолит его право, или заставит его работать сверх его возможностей, или заберет у него что-либо без его согласия, я буду его противником в судный день. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал присутствующим, когда он лежал при смерти, я доверил вам всех земей, представителей других религий, потому что они, земей, доверенные нам пророкам. Имам Аль-Мауарди говорил, если земей взимается налог джизия, тогда должны соблюдаться их два права. Первое, не навредить им. Второе, защитить. Сподвижники, которые обучались от пророка, мир ему и благословение Аллаха, были в хороших и доброжелательных отношениях с представителями иных религий, которые признавали главенство ислама и жили в мире и согласии с мусульманами. Во время правления второго халифа Умара, да будет доволен им Аллах, исламский мир процветал, и многие земли перешли под власть халифа. Ни одна из различных национальностей и этнических групп, населявших этот регион, не подвергалась притеснениям со стороны мусульман, и люди могли жить свободно. Осенью 637 года, после того, как исламские армии оккупировали палестинские территории, где проживали в преимуществе на христиане, местный народ и халиф Умар, да будет доволен им Аллах, подписали следующее соглашение. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Это гарантия безопасности раба Аллаха Умара, правителя, правоверных, жителям Иерусалима, Кудус. Гарантия безопасности им самим, их имуществу, их храмам и крестам, больным и исцелившимся, и остальным людям. Их храмы не будут заняты и не будут разрушены, и не будет отнято ничего из их владений, ни из их крестов, ни из их имущества. Христиан не станут презирать за их религию, и ни одному из них не будет причинен вред. Во время халифата люди других религий веками свободно жили и исповедовали свою религию в Сирии, Египте и Андалусии, Испании. И в наше время мусульманские страны живут в гармонии с представителями других религий благодаря терпимости и уважению друг к другу. Амир ибн Абдулла Ат-Тамими, да смилуется Надим Аллах, богобоязненный человек из города Бастро времен усманского халифата, гуляя по улицам города, стал свидетелем одного инцидента. Он увидел, как помощник городской стражи схватил представителя другой религии и тащил его за собой. Тот бедняга кричал, взывая о помощи, «Спасите меня, и Аллах спасет вас! Помогите зиммей во имя вашего пророка о мусульмане!» Амир вышел перед ним и спросил у иноверца, «Ты заплатил джизью?» «Да, заплатил», ответил он. Амир посмотрел на мужчину, который держал его, и сказал, «Чего ты хочешь?» Он сказал, «Я веду его убираться в саду начальника городской стражи». Амир сказал, «Почему бы тебе самому не убрать его?» «Мне не нравится эта работа, и тем более, если я стану этим заниматься, это будет мешать моей основной работе, и я не смогу прокормить своих детей». «Отпусти его», приказал Амир. Мужчина ответил, «Я не отпущу его». Амир надел плащ на плечо жертвы и сказал, «Обещание пророка, мир ему, и благословение Аллаха не будет нарушено, пока я жив». Посланник Аллаха обещал защитить членов другой религии, которые поклялись жить спокойно, платя налоги. Вскоре после этого группа людей собралась вокруг него, защитила Амира и силой освободила иноверца. Один из халифов Амиядов, Умар ибн Абдул-Азиз, однажды созвал собрание и сказал, «Тот, у кого есть жалоба, пусть скажет». Тогда христианин Зиммий из Хомса, города в Сирии, встал и сказал халифу, «О правитель правоверных, я буду спрашивать из книги Аллаха». Халиф спросил, «На что же вы жалуетесь?» Он сказал, «Аббас ибн Уалид ибн Абдул-Малик захватил мою землю». Аббас также был там. Умар посмотрел на Аббаса и сказал, «О Аббас, что вы на это скажете?» Аббас сказал, «О правитель правоверных, Уалид дал мне эту землю и оформил на меня все необходимые документы». Тогда халиф Умар ибн Абдул-Азиз сказал, «О Зимми, что ты скажешь?» Зимми ответил, «О правитель правоверных, я прошу тебя принести книгу Аллаха». Халиф Умар сказал, «Конечно, лучше ссылаться на книгу Аллаха, чем на книгу Уалида. Вставай и верни ему землю». Уалид тут же вернул землю Зимми. Мусульманин не получит вознаграждения за оскорбление других. Скорее, наоборот, он совершит грех тем, что заставил человека отдалиться от ислама. Следовательно, долг мусульманина не запугивать представителей других религий. Надо уметь в совершенстве демонстрировать свою религию и молиться в своих ежедневных молитвах, прося защиты от огня ада, а также различных невзгод. «О Аллах, поистине я ищу у тебя защиты от мучений огня и искушения огня, от искушения могилы и мучений могилы, от зла искушения богатства, от зла искушения бедностью и от зла искушения Масиха Даджаля». Субтитры создавал DimaTorzok